Интернета нет, но вы держитесь. В стране, в которой планомерно отключают здравый смысл, свободу слова, свободу в принципе. Я уж молчу о здравоохранении и образовании. Теперь хотят отключить и интернет. Видимо, кто-то снова перехватил разговор Ника и Майка. Ну, Медведеву виднее. Привет, привет, мои дорогие. Это Вести без Киселева, совместный проект Ермак Медиа и реальной журналистики. С вами Юля, и мы начинаем. Итак, зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что Россия может быть отключена от глобальной сети. Ведь право на управление интернетом находится у врагов, а значит, все мы в потенциальной опасности. Помните, ранее о чем-то подобном говорил и президент? С точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, и видят, и читают, что вы говорите. И накапливают эту огромную информацию. А так не будут. Так вот, развязка этой истории нарисовалась на этой неделе в виде загорелого и отдохнувшего Дмитрия Медведева, который на всю страну заявил, что отключения от глобальной сети мы не боимся. И что у нас будет свой интернет. План, конечно, у нас есть. Северная Корея Дубль-2? Или Советский Союз Камбэк и Велком? Впрочем, в то, что у России будет свой интернет, не верит не только российский народ, но и похожий сам создатель. О чем вы? Вы мировую-то сеть все до поселки провести не смогли. О каком своем интернете вообще может идти речь? Может, вместо апарт-отеля Ротенберг лучше бы вложился в российскую сеть? Вот где бы и польза, и выгодные инвестиции схлопнулись. Ну или хотя бы предотвратил закрытие музея хоккея в Москве, где люди с сентября не получали зарплату. Кстати, вы знаете, да, что Аркадий Ротенберг признался в том, что является бенефициаром дворца в Геленджике? И в тот же день стал героем мемов в стиле «А в чем еще признался бизнесмен?» Вариантов ответов предостаточно от Лоры Палмера до Кролика Роджера. Хороший, кстати, фильм был по меркам нас, первоклашек. Ну, то есть это он, Ротенберг, а не Путин, владеет землей и недвижимостью, которую охраняет ФСО. Вот только непонятно, какого собственность Ротенберга охраняет российский народ на свои собственные деньги. Нам что, своих иждивенцев не хватает? Чиновникам дай, гаишникам дай. И я сейчас про зарплату, а не про то, что вы там подумали. Вот так с легкой руки Алексея Навального Ротенберг приобрел себе в собственность нехилую такую дачу под громким названием Просковеевка. Вы, Аркадий Романович, за такой подарок теперь как минимум должны вернуть Алексею свободу, который по решению суда теперь обязан отправиться за решетку на два с половиной года, потому что условный срок ему заменили на реальный. А президент через свой рупор продолжает настаивать, что человек, ради которого меняли аэропорт, судью и срок, ну совсем ничего не значащий персонаж. И следить за ним, собственно, не имеет смысла. Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями. Но вернемся к интернету. Хотя есть ли смысл к нему возвращаться? Ведь сама фраза «в России будет свой интернет» у большинства россиян вызвала ухмылку. Друзья, ну не верю я ни в эту собственную сеть, ни в сам факт отключения интернета. Но вы же взрослые люди и должны понимать, что интернет это глобальный психолог, которому большинство горожан сливает свое недовольство властью, законом, качеством жизни. И все прекрасно понимают, куда пойдет народ сливать свой этот негатив в случае отсутствия психолога. Я, если честно, не верю, что Кремль на ютуб-то замахнется. Ну да, оппозиция пострадает, но она же и в прямом смысле слова окажется на улице. А это ничем хорошим не закончится. Свободных номеров, а парт-отелей с небом в клеточку уже нет. А прошло-то всего два мирных митинга. Так что, друзья, не верьте никому, нас с вами уже никто не разлучит. Инфоборщ опять невкусный. На этой неделе появилась очередная порция новостей о тратах России за последние 20 лет. Оказалось, что на геополитику при Путине мы потратили 46 триллионов рублей. При этом плюс еще один триллион рублей осел в офшорах. Хотя, в смысле плюс? Минус, минус из наших с вами денег. Новая газета посчитала, что этой суммы вполне хватило бы на поднятие России с колен. Каждому взрослому гражданину России досталось бы по 400 тысяч рублей. Вы только вдумайтесь в эту сумму. Это образование вашего ребенка. Это еще одна комната вашей квартиры. Это новый автомобиль, в конце концов. А если смотреть в масштабах страны, это новые детские сады, кружки, больницы. Это прежний пенсионный возраст и достойная пенсия. Но теперь это уже только мечты. Потому что ваша квартира и ваша машина стали поддержкой режимов Беларуси и Украины, а также Венесуэлы и Сирии. На это мы потратили 268 миллиардов долларов. Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим. А наши российские потенциальные больницы и пенсии ушли на энергетические проекты, типа «Сила Сибири», «Турецкий Северный поток» и другие. На это было потрачено 224 миллиарда долларов. Итак, все внимание приковано к Стамбулу. Там в эти минуты торжественно запускает газопровод «Турецкий поток». По нему в Турцию и далее на юг и юго-восток Европы будет идти топливо из России. В регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. И чем закончился весь этот пафос, мы знаем. Никому пояснять не нужно. Ну а доп. образование детей мы похоронили вместе с невозвратным долгом африканских стран, Ираном, Монголием, Афганистаном и так далее. Весь этот народ от души говорит спасибо России. Мы простили им 116 миллиардов долларов. Итого за 46 триллионов рублей Россия купила себе различные международные санкции и лишилась дружественных связей. И это все, что нужно знать о геополитике последних 20 лет. Годного контента не ждите. Расходимся, друзья. Неприкосновенный кэшбэк. Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело о незаконном вывозе валюты в отношении российского дипломата, имя которого не называется. При прохождении контроля сработали датчики системы безопасности, но показывать содержимое своих авосик дипломат отказался, сославшись на дипломатическую неприкосновенность. И все же в чужой кошелек молдавские полицейские заглянули. В нем оказалась незадекларированная валюта на сумму почти 60 тысяч долларов. А по молдавским законам вывозить из страны без декларации можно около 12 тысяч долларов. И тут началось. Во все комментарии подвезли 15-рублевых. Внимание, цитаты. Так как они посмели нарушить дипломатическую неприкосновенность? Или, а это как минимум незаконно? Вы серьезно? То есть там, где обычные люди везут трусишки, носочки, шоколадки, российский дипломат вез незадекларированную валюту? А вас, уважаемый кремлебот, интересует только почему были нарушены его права? Вас происхождение денег не интересует? Впрочем, о чем я? В стране, где умерший депутат голосует за 8 законопроектов, ждать справедливости и адекватности? И приходится. Да, нелегкая эта работа подниматься с кровати в субботу, чтобы разгонять мирные митинги. Я сейчас о работе ОМОНа и Росгвардии. Именно они же гоняют россиян по улицам родной страны. Правда, я до сих пор не понимаю, а чем мирный митинг отличается от такого же количества народа в день города, например? Ну вышли, ну прогулялись, ну в чем проблема-то? Но оказывается, что крутить людей, держать их в автозаках без воды двое суток, укладывать лицом в пол – это не так-то просто вынести тонкой душевной организации опричников. На этой неделе стало известно, что Росгвардия для поддержания боевого духа военнослужащих собирается закупить гитары, пианино и 35 телевизоров. Ну конечно, в виде гитары и возить лицом от лавиши музыкального инструмента, а потом все это смотреть по собственному телеку куда более приятно. Так сказать, и работа, и творчество два в одном. Вот только помнится, несколько дней назад та же Росгвардия собиралась закупить бронежилеты с воротником и фартуком на общую сумму 175 миллионов рублей. Вангую, друзья, что там у них что-то намечается, а то... Скучно, девочки. А тут раз и ансамбль песней и пляски родился. ФСБ уже закупила танцевальные костюмы, Росгвардия – музыкальные предметы. Осталось только арендовать зону аквадискотеки и держите меня семеро. Не меня лично, естественно. Друзья, кстати, а давайте придумаем ансамблю название «Сэкономим собственные деньги». А то ведь не ровен час и на это тендер объявят, а мы опа и уже готовы. Пишите в комментариях, выберем лучший. Господи, спаси меня от диабета после такой слащаво-приторной улыбки. Ну не могу, не могу я, друзья, смотреть на Пескова, а еще больше не могу его слушать. Но надо. В очередной раз пресс-секретарь прокомментировал задержание митингующих и жестокое обращение к ним со стороны силовиков. И в очередной раз в своем стиле. Но улыбочки да с издевочкой. Хотя радостного в эти дни было мало. Подробнее о том, как центральная власть развязала руки правоохранителям, читайте на нашем сайте. А вы холодное с мокрым не перепутали? Российские власти решили заняться воспитанием подрастающего поколения. Сначала заговорили о введении в школах должности политрука. Это такой советник по воспитанию, который будет направлять подростков на путь истинный. А теперь вот еще одно нововведение. Блогеры привлекают к теме всеобщее внимание и формируют негативное общественное мнение. Потом в мессенджерах создают каналы и чаты, которые собирают участников якобы на мирное шествие. На деле это будет несанкционированная уличная акция. В Нижегородском кинотеатре перед фильмом стали показывать ролик, призывающий отказаться от участия в мирных митингах. В качестве главного заводила в мини-фильме выступает Алексей Навальный. Именно его авторы ролика называют идеологом формирования негативного общественного мнения. Но всевидящее око Кремля ошиблась. Современная молодежь это не те дети из 90-х, чей фокус еще можно было переключить на путь пропаганды. Сегодняшние школьники мыслят другими категориями. И жаль, что когда нужно проголосовать за конституцию и для этого купить лояльность несовершеннолетнего тиктокера, так это нормально. Хорошая молодежь, грамотная, политически правильно ориентированная. А как выйти на мирный митинг, так что это за вовлечение малолетних наркоманов в антигосударственную деятельность? Вот как-то так, друзья. А я напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете посмотреть только на канале Ермак Медиа. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова